6 октября работники одной из организаций, причастной к процессу газификации частного сектора Читы, устроили акцию протеста из-за невыплаты обещанной зарплаты. Около 70 человек отказались выйти на работу. Министр ЖКХ Забайкальского края Алексей Головинкин пояснил ситуацию. Выяснилось, что работа оплачивается по сдельному способу. Те бригады, которые выполнили поставленные задачи на месяц, получили деньги в полном объеме. Остальным пришлось довольствоваться лишь частью зарплаты в соответствии с расчетом домовладений. Не было ситуации, в которой кто-либо из работников не получил свою оплату. В настоящее время работы продолжаются, переоборудование домовладений и прокладка трубопроводов ведется в полном объеме. Данное мероприятие является провокацией. На провокации никто поддаваться не будет, и при этом приостановить газификацию Читы никто не позволит. Вопрос по глобальному, но затянувшемуся ремонту зоопитомника Амодова также обсудили на оперативном совещании. Новые апартаменты ждут своих хозяев. Это 350 мелких и экзотических видов животных, а также 35 крупных. Однако Инна Щеглова назвала его печальным объектом из-за криво составленной проектной документации. Оказалось, что крыши в вольере у медведей и вовсе не предусмотрены. Здесь выяснилось о том, что в проекте у нас не существует для медведей ограждений сверху. Корректируем проект. Ну, в общем, все вот в таком духе. То есть медведи очень активные у нас животные, поэтому без верхнего укрытия они никак не могут существовать. Но параллельно начали делать благоустройство территории, потому что земля уже холодная, не дай бог мы затянем и не закончим эту всю историю. На оперативном совещании также рассказали о топе проблем, с которыми забайкальцы чаще всего жалуются в Центр управления регионом. Среди них остро стоящий вопрос с задержками отправления посылок, в том числе и в зону специальной военной операции. Почта подтверждает, что у них дефицит кадров, в связи с этим наблюдаются задержки, но жители пишут, пока решения проблемы как таковой мы не видим. Также руководитель ЦУР Забайкалья рассказала, что постоянно волнующая тема бродячих собак неожиданно пропала из топа проблем. Однако она уточнила, что в СМИ информации о нападениях домашних и бездомных животных, напротив, меньше пока не стало. Григорий Анипер, Владимир Николаев, РТК Забайкалья.